А пятерки будешь получать? Да. А двойки? Нет. Почему? Они же такие красивые. Мне пятерки лучше нравятся. А кто тогда двойки-то получать будет? Кто-нибудь будет учиться. А ты будешь? Да. А потом президентом станешь? Ну да. Или губернатором? Ну я пока не знаю. Пока не решил. В школу немного хочется, но учиться надо тоже хорошо. Двойки будешь получать? Нет. Почему? Они же красивые. Пятерки красивее. Пятерки красивее? И мама так сказала, наверное. Нет. Это его мнение. Он в школу собирался целенаправленно. У нас уже выбрана будущая профессия. Мы будем изобретателями. Не волновался? Не волновался. Больше мама волновалась. Первокласснику Данилу из 29-й школы нужны хорошие оценки, чтобы потом смастерить для мамы копательную машину помощника на дачу. Говорит, чувствует себя сегодня взрослее. А еще, что очень понравилась учительница. Красивая. В школе 29 первый звонок сегодня звенел несколько раз. Сначала для учащихся 29-й школы. Затем женщина с четкой стерла номера классов на асфальте. И педагоги подготовили площадку для еще одной линейки. Для учеников лицея. Эти дети ждут переезда в свое новое здание неподалеку. Было бы гораздо приятнее начинать с нового лица уже в новом лице. Ну, обстоятельства случились. Ничего страшного. Подождем и переедем со временем. А когда вам говорили нет? Нет, честно говоря, я не в курсе дела. Ну, как только, так сразу. В новой школе на тысячу мест кое-где еще стоит запах краски. Основная причина задержки строительства не было финансирования в первые 4 месяца стройки. К тому же, пока школу строили, изменились и пожарные требования. Раньше ширина лестницы разрешалась 130 сантиметров. Сегодня минимум 135. В новом лицее работы сейчас кипит. И, как мы видим, некоторые лестничные пролеты уже почти подготовлены. То есть появились те самые 5 сантиметров в стене, которые нужны были по нормативам. В целом, новый лицей на Крылова встречать учеников практически готов. А пока они будут учиться в старом здании. Даты новоселья пока нет. Сформирован коллектив и учащимися, и учителями. И мы дружно с своей семьей потом перейдем в новое здание. Сейчас проходит процедура и цензирование. То есть мы все документы сейчас предоставляем, потом перейдем. Первыми сядут за парты в новом здании лицея ученики начальных классов. Мэр планировал, что до конца недели строители с лестницами закончат. А старшеклассники переедут не раньше, чем высохнет краска в спортзале. Однако даже с месячным опозданием к началу учебного года мэрия сдаст лицей раньше срока. По плану сдачи объекта в декабре. Алена Трынкина, Василий Самоделкин, Нотабена.